28 декабря 23 года, считанные дни до Happy New Year. Кто-то предательски проехался с пакетиком из маков, фантастически вкусно пахнет. Я дам тренировочку, что у нас там по плану, и вставлю вам то, что наснимала. Кстати, спасибо за лайк и подписку, потому что очень это важно, а вам это ничего не стоит. И дальше выложу то, что наснимала, там шоппинг, даже свет вечер. Эндрюс лег с какой-то простудой, с какой-то гадостью, сопли, горло, температура. Я просто молюсь, чтобы я не слегла на Новый год прям, потому что это будет как-то совсем не очень радостно. Мой самый-самый-самый любимый праздник. Какой у вас, кстати? Напишите. Кочу в зал, захотелось мака так дико, блин, такой аромат, просто на весь лифт. Кто-то на восьмом этаже, я слышала, вышел и такой забрал пакет с маком вкусный. Думаю, ногти еще обновить перед Новым годом. Ну это же важно, это же девочки все делали. Да, там будет еще, кстати, видео со свет вечера, шоппинга. И покажу вам сумочку еще, которая у меня появилась на днях. Маленькая, такая крошечная, но очень... Такая... На скорую руку, на скорую ногу куда-нибудь выскочить и там детей почилить. Сходить на коктейльчик какой-нибудь. Вот особенно в новогодние праздники хотелось бы. Хочется на ВДНХ еще раз, потому что там просто фантастика. Жду погоду, сейчас солнце, но чаще всего все эти дни были дожди. И хочется очень сильно снегом, чтобы прямо на Новый год снежочек и пару градусов морозов. Но обещают, что мы землядосам тепло. Классно, просто фантастика. Обожаю. На Новый год, чтобы был еще дождь и тепло. Супер. Обстановка, кстати, пока, к счастью, спокойная. Немножко рабочих моментов и красивого интерьера. Это у нас отель национальный на Печерке. Была здесь по работе и решила заснять вам кусочек. Так как Рождество теперь отмечается у нас в Украине 25-го числа, мы отправились за елочкой раньше, чем обычно, потому что в прошлом году и ранее мы всегда шли туда где-то 27-го, 28-го, 29-го. И на этот раз мне захотелось не сосну, а елочку. И, короче говоря, в этом году она у нас вот такая. Мы, конечно, еще не специалисты в растирании мака, прям в пыльцу, как это делается. Поэтому купила вот такой набор. Здесь уже и изюм, и мак, и зернышки. Поэтому можно самостоятельно приготовить кутюм. Меня попросили посоветовать что-нибудь касательно парфюма, познакомить с нишей, и мы отправились в магазин Жан. Огромный выбор различных парфюмов на любой вкус. Вот эти в виде мельницы, вообще супернеобычные флакончики. Спойлер, да, мы аромат, конечно же, выбрали. Вот тут мы тестировали. Тут у нас очень прикольный, кстати, мужчина, который рекламирует, казалось бы, Еву. И Ева в республике просто офигенная. И Кейн, он сейчас закрытый, как вы знаете. Нам подарили вот такую звездочку, очень красивая. Старшее поколение сказала, давай, снимай для ютубчика обязательно. Традицию, святый вечер, 12 блюд. Здесь вот стол. Одно из моих любимых, это грибная юшка из белых грибов из Карпат. Тут, кстати, из города Калуш привезли знакомую девочку, у нее пекарня, и она сделала штолен. Что у нас здесь еще? Ксюхин гостиниц. Я попался на стол. Также скумбрия и речная рыба. Также зашли в скрепки и кофе, попробовать обязательно латте с апельсиновым маслом. Это тоже в республике. И я взяла в такие фильтрыки на пробу. Sometimes shit happens, поэтому. Видите, этот Арион. А помните, в предыдущем видео рассказывал, какой хороший и сильно пахнущий с яблоком и корицей. Так вот, я решила взять опять от этой фирмы ароматизатор для жилого помещения. И хочу отметить, что он не пахнет практически ничем. То есть его еле-еле хватает на санузел, поэтому мне пришлось идти опять к Систерс Арома и брать проверенный товар. А вот этот запоминайте, потому что он реально очень крутой. Американский пирог. Здесь у нас идет стандартная баночка с крышечкой из бутона и палочками. И вот он наполняет прям практически два этажа. То есть чуть-чуть даже добивает на второй. То есть первый прям заполняет полностью. Очень вкусно пахнет, очень насыщенно и очень качественно. Достаем палочки. Пытаемся вытрусить. У нас сразу так не получается. Сейчас, секундочку. Когда за окном очень холодно, сыро, противно, а еще праздники, хочется, чтобы дома было максимально комфортно и пахло чем-то пряным и уютным. Поэтому данный аромат прям идеально подходит. Теперь самый хайповый магазин этого сезона, который открылся у нас совсем недавно, это Half Price. Если вы что-нибудь о нем знаете, обязательно напишите в комментариях. Потому что я вот, например, щупаю вот прекраснейшие ботиночки с перьями. Также куча всего разного ценники от и до, то есть в зависимости от сегмента, то есть как бы и масс-маркет, и люкс. Ну вот люкс я вам дальше покажу. Он какой-то странный, что ли, чуть-чуть. И тут, например, есть ухвайтовская сумка, у него ремешок, такс, не здесь, а маскина. Вот, пожалуйста, маскина. И его, собственно говоря, цена. Для маскина, в принципе, такая цена и может быть вполне. Я ни в коем случае не претендую на прям специалиста по люкс-сегменту. Я просто говорю то, что знаю, а вы мне напишите внизу. То есть ремешок, например, ухвайта мне как-то отличался. Вот эти, конечно, сапоги просто замечательные. Видео просто ознакомительное. Посмотрите, что здесь, в принципе, есть. Там вот бутсы, которые наверняка многие знают. Судя по всему, они невероятно теплые и невероятно стильные, смешные. Как-то раз я заехала в республику, не с целью посетить данный магазин, но увидела там невероятную очередь, оказалось, там еще мои знакомые стояли. И я такая, блин, там что-то бесплатное раздают. Или как люди вообще добровольно согласились стоять в такой очереди. Потом вот я зашла, посмотрела, когда это уже не мой шопинг был, я просто за компанию в данном случае. Но вот пришла вам показать, что здесь, собственно говоря, продается. Огромное количество футболок ухвайта. По качеству вопросов нет. Они даже очень сильно похожи на те, которые я щупала, которые точно оригинал. А здесь как бы вот я спрашиваю вас, если есть специалисты, что это такое за вещи, откуда они? И потом я покажу еще один шарф, который больше всего мне вызвал удивление. Также пробежимся немножечко по полкам, что здесь нам предлагают. Многое из этого всего я вообще не в курсе, откуда это, что это за фирмы, откуда их везут, есть ли у них брак, откуда у них ценоформирование такое. Почему выбор настолько огромный, что ты теряешься от минимума до космических цен. Такое впечатление, что здесь есть и оригиналы, и неоригиналы. И попробуй разберись, и включи все свои знания. Вот такая вот сумочка, скорее мужская, чем женская. 9 799 гривен. И это для ухвайта достаточно дешево, если брать даже вот такую бананку. Что у нас здесь дальше? Вот такие прикольные, кстати, ботинки с мехом. Их цена 11 299. Что это за бренд? А я посмотрела, что это за бренд? Сейчас даже не скажу. Ну, короче, симпатичный. Просто какое-то невменяемое количество обуви. Просто море. Мне даже тяжело представить, сколько там тех пар. Тут детальки непосредственно. С крепочком. Со шрифтом. Так. Опять эти мунбутсы. Теперь резиновые. Не сильно в этом бренде. Не буду умничать. Выглядит неплохо. Выглядит фаново. Забавно, смешно. И вполне, вполне может быть. Вполне может быть, что у нас там дальше. Так, увеличило, да. Вот эта куртка мне очень понравилась. Цена ее, пожалуйста. Ознакомливаемся, граждане. Ознакомливаемся. Потому что эти все детали прошиты очень круто. Очень. Прям вот каждый шовчик. Их там очень много. Валентина, видите. Вот этот шарф. Мать его. Что с ним не так? Он сделан из какой-то очень тонкой, хрипкой ткани. И если бы я его встретила где-нибудь в H&M, я бы подумала, ну, просто шарф H&M. Да, то есть, типа, весьма соответствующий тому ценовому сегменту. Смотрим. А это у нас Gucci. Смотрим на ценник. Так, я сама его не вижу. Где он тут есть? Где есть ценник? Вот это. Что это за трэш? То есть, типа, либо это брак какой-то скидывают. Оригиналы это. Неоригиналы ли это. Спойлер ничего отсюда я, конечно, не купила себе. Потому что я не в курсе, откуда это все. Я не шарю. Вот эти мне понравились. Лапти. Очень такие актуальные нынче. Кстати, цена не завышенная прям. Это же Томми. А, господи, боже мой, это я уже в другом магазине. Это вы знаете где? Это волкеры. Вот поэтому и понравилось. Потрясающая озвучка. Идем дальше. Ставим, берем второй. Тоже классный. Вообще гоняла бы в такие вполне. Но у меня есть North Face. Время такое, что не очень много накупаешь себе. Потому что время такое. Кеды. Очень понравились вот эти кеды волосатые. Прям вообще стилечек. Замечательная. Но если бы у меня не было, опять же, супер большого количества кед, можно было бы брать. Так, это у нас Эндрю с мамой выбирают. Эндрю подарок. Очень крутые кроссовки. Очень крутые кроссовки. Если бы, опять же, мне срочно понадобились бы какие-то кеды, я бы взяла обязательно вот эти. Просто чума. Просто пушечка. Очень стильно. Это же дизель, конечно же. Так, посмотрим. Ценничек. Ценничек. Ну, так. Не очень бюджетненько. Но у меня еще кедов достаточно. Посмотрим, что еще нам предлагают сраные модники. Замечательные тапочки. Томми. Люблю Томми. Люблю Томми. Если бы я носила тапочки, я бы обязательно купила бы такие. Но тапочки у меня вообще нет. И я не помню, когда вообще, в принципе, каты были. Сумочка Off-White. Для мамы тоже она оказалась интересной. Но внутри место. Там не очень комфортно. Этот костюм понравился нам всем. Костюм просто замечательный. Как вы можете заметить, мы старались и записывали. Контентичек. Эндрю демонстрирует интересные ботиночки. В середине выглядит вот так. Что за бренд мы понятия не имеем. Эндрю, мама искала себе сумочку для работы. И, возможно, какой-нибудь поменьше. Но остановилась на более крупной. Сейчас она должна где-то быть. Так, это просто демонстрация. Также вы можете ознакомиться с трендами, которые нынче предлагают нам витрины. Вот эта сумка Replay. Тоже мы на нее все залипли. Потом подумали, как старперы, что она белая и непрактичная. Тем более у Ксюхи был опыт с белой сумкой, которая действовала и на нервы, что приходилось-то все обслуживать долго и упорно. А вот это, кстати, та самая сумочка, которая и будет приобретена. Дальше она еще будет мелькать. Я бы попросила продемонстрировать. Очень интересная, хорошая сумочка для женщины. Реально ходить на работу, если ты не носишь формат А4. Это очень важно. Вот мы возвращаемся опять к этим кроссовкам крутизным. И что сказать, что сказать. Эти кроссовки Эндрю выбрал себе на презент. Кроссовки реально кайф. Только не с этими джинсами. Господи, я, наверное, не буду больше записывать такое количество контента, которое потом нужно будет с ней озвучивать. Я как будто бы делаю домашнее задание. Субтитры создавал DimaTorzok В зале супер. Супер мало людей, что очень клево, конечно же. И толпучек нет на тренажеры. Красота. А закат сегодня какой красивый. Потрясающий. Смеркается. И да, я опять повторяю этот бифштекс с говядиной. Это очень вкусно. И очень просто. Тут даже масло есть. Тут мне даже машинка спереди подсветила этот процесс. Просто обжариваете на оливковом масле, который идет на боре, и все. И это очень вкусно. Прям очень. Все с гречечкой. После тренировочки. Короче, это пушка. Прям вот. Еще на скидке небольшой была. Блин, я же хотела еще заехать черного ногтей себе купить. Заезжать ли? Наверное, заеду. Времени еще достаточно. Я хочу все-таки черный сделать себе на Новый год. Праздничный, новогодний маникюр. Ну, мой любимый. Я обожаю. Заеду, пожалуй. Возьму побыстренькую. И чик-чик-чик. И в ноточку. Возможно, вы слышали, что у нас в Киеве закрыли почти половину линии метро. И вот теперь сколько общественного транспорта. Просто все обмазано общественным транспортом. Невменяемое количество. Это еще не все. Это я так просто успела захватить кусочек. Короче, они теперь стараются... Во-во, сколько их едет. Они стараются теперь компенсировать. Недостаток. Метро. И перевозят кучу людей. Хотя вот не забито. Достаточно свободно. Магия какая-то. Но вот круто, что все-таки они сделали... Увеличили количество автобусов, троллейбусов, маршруток. Правда, они не всегда ездят по своей линии. Хо-хо-хо. Которая для общественного транспорта. Я такая все время... Блин, тебе же выделили линию общественного транспорта. Почему ты едешь на мою? Это ж нужно так сильно любить черный маникюрчик. Чтобы тупо всю банку изматывать. Просто целую. Просто под ноль. Сейчас куплю и будет с вами. Потому что я люблю педикюр и маникюр черным. Это прям процентов 60-70 моего маникюра в принципе. Какой интересный ракурс. Все, Аллах со мной. Я домой. Настроение нынче в воздухе. Вною воду, конечно, так себе. В связи с всей ситуацией. Но не буду я здесь ее уже озвучивать. Кому она надо. Да? Да. Здесь у нас лайфстайл. И чуть-чуть иногда каких-то сплетен. Боже, мне показалось, что мыши это лист. Как будто бы весна какая-то. Вот небо какое. Правда? Похоже на то, что какая-то вес типа март какой-нибудь. Типа того. И мы с моим... Тебе в штексе. Зато мне теперь зеркало тут есть, между прочим. Красота. Ездить снимать. А то лифт раньше был ДСП, это как вы видите, жестко. И места так больше стало. Возможно, эхо. Пишите вопросы, темы, если будет что-то интересное. И отлично во всем настроении. Села монтировать видео и чувствую, прям начинает в горле у меня першить. Есть у меня к тебе вопросики некоторые. Я не хочу в Новый год, блин, с соплями вот это все ужасно. И, кстати, ногти уже на базе обновленные. Да, оказалось, она снимала там столько, что монтировать, перемонтировать, чтобы хотя бы какую-то хронологию выложить, блин. Все, все, как-то куча всего. И все нужно переставлять миллион-миллион раз. Андрюш. Я уже, кстати, горло пообшикала. Как называется эта штука? Вонючая, ужасная. Она просто такая... Вот такая. Эндрю. Какого фига? Нужно снять маникюр свежий. Вот где с кровянкой. Оп. Оп. Все же чуть-чуть отлежалась вчера. Напилась таблеток, напшикала горло. Вроде полбеды ок. Но смонтировать, озвучить все начала, а там 20 минут получилось в итоге практически этот влог. Так, и у меня тут что еще хотела бы показать? Суночка, которая маленькая. Для похода... Ксюха, для похода знаешь куда? Не гроним. Такая прям крошечка. Давай. Давай крошечка. Одной рукой. Анбекинг. Конечно, то еще удовольствие. Вот такая. Супер фановая. Вот она. Сантиметров... Сколько? Сантиметров 18-20. Ну, короче, вот телефон. И буквально чуть-чуть выше телефона. Вот так вот она, настолько. Короче, буквально пудра. Какие-нибудь маленькие духи. И там еще идет ремешок такой. Ну, я вообще вот так хочу носить. Просто вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Tommy Hilfiger это непосредственно. Люблю, кстати, этот бренд. Вот такой вот еще тут идет ремешочек. То есть подцепить. Можно, чтобы свисал так красиво. Тяжеленькая хорошая фурнитура. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И будет еще вот такой вот... Ну, то есть кросс-бадди можно носить. А можно просто подцепить, чтобы красиво висело. Сейчас как раз приложу из предыдущей сумки на новогодние праздники. Буду с ней везде мигрировать. Ну, такая просто нашивочка. И все. Он такой достаточно минималистичный. Я считаю, такая похожа чем-то на мячик. Набитая на магазине стояла. Вот я покупала, кстати, в Ривер-Моле. Заехала после работы туда. Вот такая вот крошка. Здесь у нас тканевые такие вот веревочки. Какую-то эту штуку еще. Ага, как-то так. Вот. Ну, я вряд ли бы носить ее кросс-бадди. Ну, разве что где-нибудь в общественном транспорте буду пихаться. И чтобы меня ничего не вытащили оттуда. Буду защищать себя. Думаю, подцепить вот так вот. Ее не подцепить. Вот так вот. Чебе такое. Чебе. Люблю Чебе. И маленький красный элементик. Ногти, кстати, обновилась в черную. Вот они. Праздничный, новогодний. Маленький. Короче говоря, обзор такой-то малышки. Где-то тут он так цепляется. Сейчас. Так, чик. Может, кстати, с ними лучше будет. Типа дополнительный акцент. Посмотрю. Вот так. Вот такая кружка. Такая малышка. У меня, наверное, меньше еще не было. Реально. Как косметичка практически. Ну, а что носить? То я в невере носила большущие сумки. В которых, кстати, я все время удивлялась, что я в них ношу. И мама все время говорила, что ты там, блин, носишь. А мне просто нравилась большая. А сейчас хочется что-то помельчее. Такая симпатяшечка. И вас. Второе января 23-го года. 24-го! 24-го! Что это я в самом-то деле? Сегодня было, конечно, утром весело. Весело. Ну, все в новостях написано. Я тут не военный аналитик. Не, не аналитик. Корреспондент. С точечными рассказами о том, что где происходило. Да я и не считаю, что это нужно делать. Лично мне говорить. Для этого есть отдельные люди, отдельные каналы. Все хорошо. Все хорошо. Первая тренировка, кстати, в зале в этом году. Поздравляем, кстати, всех с Новым годом. Джорджи вот тут тоже. И желаю вам всего самого замечательного в 24-м. Пусть все проблемы останутся в 23-м. Субтитры создавал DimaTorzok